Вот кольцо, оно золотое. А если я скажу кольцо из золота, признак предмета отдельно к теме я не встречала. Может быть, кто-то меня поправит, но она как-то выпадает, как будто нет необходимости в объяснении, что это такое. Сегодня поговорим об определении у детей и у 90% взрослых. Определение равно прилагателем, прилагательное равно определение, но на самом деле определение это то, что нужно вот это вот волнистой линией подчеркнуть. И то, что отвечает на вопрос какой, какая, какие, вот на все вот эти вот вопросы. Это признак предмета. По учебнику в первом классе дали основные понятия, что такое признак предмета, что такое предмет. Дальше начинают изучать части речи. Существительные глаголы, прилагательные, потом местоимения, и потом уже там где-то там, уже какие-то там причастия появляются, где причастия, на речи. Но есть обобщающие вещи, которые потом влияют на многие правила, и одно из них это признак предмета. Так что это такое? Что это такое? Признак предмета отвечает на вопрос, какая, и все его производные, соответственно, в поддержках разных формах, и чей. Признаком предмета могут быть несколько частей речи. Проще всего с прилагателем. Какой, какая, какие. То есть признак предмета здесь вот прям очень легко определяется, и никто в этом не путается. И мы его подчеркиваем в волнистой линии, потому что предложение – это определение. Небольшие проблемы есть с кратким прилагательным. Не всегда являются признаком предметов предложений. И попасть под вопрос, что делать, и вдруг стать сказуемым. Но мы сейчас не об этом. Просто помните, не все прилагательные являются признаком предмета. Достаточно просто у нас местоимения. Мой, твой, твоя, моя – это вообще проще всего, потому что нет сильнее признака предмета, чем принадлежность кому-нибудь. Вопрос, чей, какой, достаточно легко определяется. И, в принципе, убедить, что это признак предмета и определение не составляет труда. Часто забывают про числительные. Но числительные все-таки тоже напрямую отвечают на вопрос, какой. И в предложении, если это является признак предметом, первый, второй, и это прям явный признак, то тоже достаточно легко определяется. Потому что, как правило, у прилагательного, как правило, у местоимения и у числительного у них окончание похоже на вопрос. То есть, вот и, оно прям четко выдает признак предмета, отвечающий на какой. Там зеленый, синий, первый, мой. Вот все, что и, все легко сразу определяется. И если там меняется падежное окончание, все равно это признак предмета легко определяется. Потому что он похож на вопрос, более-менее похож на вопрос, и нет путаницы. Самая большая путаница в признаках предмета – это существительное. Учитель наверняка объяснил в классе. Начинают делать упражнения с подкашки-первоклашки. Не получается, все равно никак не определяется признак предмета у существительного. И мамы пишут в чат, и начинают задавать вопросы, и путаница, и взрослых нужно убеждать, что это признак предмета. А детей как убедить? То, что такое признак предмета – это то, что его выделяют среди таких же одинаковых. То есть его точный признак. Когда ты начинаешь описывать этот предмет, то ты описываешь его через признаки. Ты определяешь, какой он, поэтому это определение. Вот кольцо. Оно золотое. А если я скажу кольцо из золота? На какой вопрос отвечает? Тоже на вопрос. Какое из золота? И золотое, и золото – это же одно и то же. Это же такое же понятие. Это же признак предмета. Это то различие, которое может отличить одно кольцо от другое. Оно может быть с камнем. Оно может быть с гравировкой. И всё это – признак предмета. И в предложении будет подчёркиваться как определение. В учебнике было упражнение «стул с резными ножками» или «с узором». Неважно. Но с чем – уже не задашь вопрос. А именно «стул какой» – с узорами. И нужно подчёркивать – как определение. Исправил учитель. Показало правило, что в табличке это бывает существительное. Всё равно не убедило. И через какое-то время опять попадает подобное же упражнение, где нужно существительное определить как признак предмета. Опять спотыкается. Ещё раз объяснила. Вот посмотри, идёт девушка. Опиши её. Она в шляпке. Она с собачкой. Она с сумкой. Это всё предметы вокруг. Это всё существительные вокруг неё. Но ты объяснил признаки. Если ты будешь описывать любого человека, то ты будешь его описывать, его признаки, через существительный. Нос с горбинкой. Лицо может быть со шрамом. Есть вещи, которые мы говорим, но не понимаем, что мы определяем признаки. Например, букет. Букет роз. Букет ромашек. Букет какой? Это тоже его признак. Две рекомендации. Первая рекомендация. Когда вы ищете члены предложения, никогда не задавайте вопрос с предлогом. Это вам поможет определить любой член предложения. Это вам поможет не путаться в определении. Потому что если вы начнёте задавать вопрос с такого же предлога, который стоит перед этим существителем, то есть нос с чем, а не нос с какой, то это гарантия того, что можно запутаться. А если вы будете искать вопрос без предлога, то вы не запутаетесь. Это помогает определить не только признак предмета, но и различить дополнения и обстоятельства. Потому что именно вопросы с предлогом запутывают. Исключайте вопросы с предлогами, когда вы ищете члены предложения. Предлоги нужны. И внушите это ребёнку для того, чтобы определять правильно падеж и правильно склонять. Предлоги, чтобы склонять, без предлогов определяем члены предложения. И второе. Введите игру какой. В эту игру можно играть в очереди, в машине, когда у вас есть свободное время. Берёте любой предмет, вот прям что видите перед глазами, и начинаете по очереди описывать этот предмет для того, кто первый собьётся. Вот стакан. Он стеклянный, красивый, разноцветный, с ручкой. Правила сначала в этой игре идут прилагательные, а потом уже начинается усложняться. И вы перейдёте и на существительные, и на местоимение стакан мой. И это приучает отвечать на вопрос какой, а впоследствии искать определение. Начинайте прям с самого маленького возраста, прям с трёх лет уже играйте в эту игру. Но бывают и проблемы. Один раз я играла с ребёнком, не со своим, потому что своего я уже приучила отвечать на вопрос какой, и достаточно хорошо у нас шла игра всё время. И тут я хотела поиграть с другим ребёнком. Он не смог ответить на второй вопрос. И заплакал. То есть для него это было очень напряжённо. Я была просто удивлена, но поняла, что, ну вот, наверное, извините, не все дети могут отвечать на такие простые вопросы. А родители упускают этот момент, просто не обращают на него внимания, что вот такая простая игра может помочь ребёнку, и что ребёнок просто не способен отвечать на вопросы. И даже на такие простые, и не способен описывать предметы вокруг себя, находить признаки предмета. Это, Таня Матани, правило не по правилам. Я надеюсь, что я вам помогла, чтобы вы разобрались, что признак предмета не равен прилагательному, что определение, это признак предмета, признак предмета определяется через прилагательное, через существительное местоимение, через причастие. Много различных вариантов. И бывают целые обороты, которые определяют признак предмета, а некоторые такие длинные обороты, что практически как целое предложение. Потому что наш язык очень образный, и мы применяем его в полной мере для того, чтобы составить полный образ. Всем пока! Это Таня Матани. Оставайтесь на моем канале. И будем дальше разбираться в правилах, не по правилам. Субтитры сделал DimaTorzok